Друзья, всем привет! Вы на канале GGM, меня зовут Влад. Я обратил внимание, давно у меня в роликах не было грузовиков завода имени Лихачёва. Сегодня буду исправлять эту ситуацию, благо и карта у нас относительно новая. Мы открыли её буквально пару роликов назад. Восьмой сезон, и локация называется Центральный район. Много здесь воды, грязи, по легенде... Здесь не так давно был ураган и наводнение, так что она, по крайней мере, сложнее, чем предыдущая карта с названием Перекрёсток. Тяжело зелку, он нагружен и медленно движется вперёд. Судя по всему, ролик будет небыстрый, поэтому, если вы заскочили на пару минут посмотреть что-нибудь из Сноураннер, здесь как минимум будет десятка. Так вот, обойду аккуратненько этот брод. Попробую вот здесь на пригорок заехать. Завалиться можно на раз-два. Видите, как наклоняется. Небольшой переезд ждёт нас впереди. По грязь хорошо уходит, прям тяжко ему сегодня. Очередной деревянный мостик. Постараюсь не упасть. Стоп. Вовремя заметил. А то засмотрелся на прицеп, а здесь корень. Ну, конечно, никакой серьёзной травмы бы я не получил. Скорее всего, просто остановился. Здесь тоже не мелко. Я на что-то там напоролся. Скорее всего, это брёвна от вот этого якобы моста. Давайте буду сдавать назад. Ну, теперь в эту сторону. Так мы чё, на брюхо сели? Давай, давай, давай. Выехали. Давай, заезжай, заезжай. Кстати, прикольный кадр был. Жаль, уже упустил момент. Во, смотрите-ка вы, как он в раскоряку стоит. Мне кажется, перед нами обложка для будущего видео. Забрал в копилку. Местный грузовик из задания. Мы уже это поручение нашли. Время придёт. И приедем сюда, заберём его. На понижаечке прям очень натурально получается. Такая трушная картинка. Не всегда у него получается в этой грязи выбираться из колеи. И в этом тоже есть такой приятный момент. Для сегодняшнего заезда взял ещё и модернизированный прицеп. Он идёт от этой же машины. Ровно на четыре стандартных палеты. Или два больших. У меня как раз в кузове именно такие два здоровенных... Сейчас, минуточку. Давай, 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 давай. Два здоровенных контейнера с мусором. Всего по поручению нужно отвезти четыре. Вот у меня первый рейс. И очень здорово, что этот кузов как раз под них. Потому что штатный, для пяти позиций. И не знаю, как у вас, у меня всегда ощущение, что я что-то где-то не догрузил. А здесь прям стопроцентная загрузка. Смотрится очень здорово. В одном из комментариев к предыдущему ролику, когда я только объезжал всю эту карту, мой коллега по цеху, который не так давно начал проходить эту игру, и сейчас, если я правильно помню, где-то в Мичигане, покоряет местные просторы на Мазах, сказал, что эта карта гораздо интереснее, чем предыдущая восьмого сезона. Так что Юричу улетает отдельный привет. Обратите внимание, как прицеп тоже обрабатывает все эти неровности. Не такой пинг-понговый, как зачастую бывают, к примеру, штатные прицепы. Я проверил в этот раз. У него тоже открывается задний борт, если что. Так, здесь вроде пошло по суше. Давайте перейду на автомат. Постараюсь чуть-чуть подразогнаться. Впереди небольшой самодельный мостик. Снизу бревна. Вверху доски, приколоченные такими скобами. Антуражненько. Вдали уже виднеются здания, которые относятся к свалке. Так, я что, застрял? А. Диагоналочка. Как говорят, от всех бед хард-ресеп, а здесь от всех бед включай диф. Не в рифму, но, я думаю, многие поймут. Так, нам сейчас налево, потом направо. Что-то я как-то радиус большой слишком взял. прицепу норм, а зилок пошел по краю. Хотел сперва взять обычный бортовой кузов и небольшой прицеп, но у зила, в таком случае, если ставить погрузчик, место будет только одно в кузове. Ну вот, решил задачу так. Очень хотел его попробовать, потому что в такой грязи вот его самое оно. Тяжело, сложно, но тянет. Если вдруг вы впервые видите 131-й зил сноураннер, это модифицированная машина, как обычно, ссылку на этот мод я оставлю в описании. Автор КОД 76 РСК, достаточно известный производитель хороших копийных грузовиков, посмотрел по статистике в большинстве случаев они у него где-то за 90% рейтинга. Это очень клево. Еще обратил внимание на один нюанс, если проехать по шиферу, он, как положено, лопается. Мелочь, а приятно. Хотя, если перезагрузить карту, его раны самовосстанавливаются, и он опять как новый. Так, опять диагоналочка, а если включить диф, сразу поехал. Вот как я и говорил, у зила это так. Друзья, подскажите, как вам такой формат, когда медленно больше похоже на реальные внедорожные поездки. Заходит такой формат или нет? Потому что вот спрашиваю тех, если вы досмотрели до этого момента, то, скорее всего, вы на меня подписаны и вам нравится. Люди, которые мимолетно просматривают ролики, они до этой точки точно не доходят. Ну, мало ли, у всех свои вкусы. Поэтому напишите в комментариях ок или нет. Я уже проехал первую локацию, вторая будет как раз свалка. Еще, кстати, хотел вам показать один момент, обратите внимание на такие олдскульные задние фонари. Я еще помню, блин, а я что, чуть не проехал поворот? Заговорился с вами, думаю, где-то мне надо поворачивать. Смотрю, значок уже для выгрузки вот здесь. Я помню еще старые 130-е, у которых был кузов-самосвал, такой полукругом. Вот у них сзади как раз были такие фонари. Я уже на финишной прямой. У меня остались и узила остались. Последние метры грязи. И мы будем въезжать на территорию свалки. Как интересно, прицеп выровнялся. что-то там с физикой не то. Отлично. Здесь можно немножечко и газ добавить. Друзья, ну что, буду плавно въезжать в зону разгрузки, отдавать вот эти два огромных контейнера с мусором. вам еще раз огромное спасибо, что досмотрели до конца. Я думаю, что вы уже поставили лайк. Если вдруг не подписаны на мой канал, самое время это сделать. Напоминаю, видео у меня выходит практически каждый день. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать самое интересное. Всем удачи, всем пока и увидимся. Субтитры 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 Субтитры